Всем привет, дамы и господа и случайные путники, которые попали на это видео. С вами снова я, Парадайз. Сразу тебе скажу, что над этим видео я постарался, вложил кучу сил и времени, так что... Уже ставь лайк и подписывайся на канал, и обязательно смотри это видео от начала и до конца. Также давай исправлять эту ситуацию, а то получается, что без подписки ролики смотрят почти все. Ну что же, приступим. Гань Юй, главный секретарь Ци Син. В ее жилах течет кровь божественного зверя, спокойно и грациозно. Но мягкий характер мифического зверя, отселение решительности и трудолюбию, нисколько не противоречит. Давай-ка поговорим о плюсах и минусах Гань Юй. И к плюсам отнесем огромный базовый критический урон. Способности, наносящие хороший урон по области. Максимальную эффективность в связке с персонажами стихии Дидра и Пира. Но как у любого персонажа, есть и свои минусы. Слабый запас здоровья. Для нанесения большого урона нужно долго заряжать обычную атаку. Герой требует прокачки созвездия, чтобы быть намного полезнее в сражениях с группой монстров или с одиночными сильными противниками. Перейдем к ее атакам. Небесная стрела представляет собой базовую атаку, которая в отличие от основных способностей других героев-лучников, имеет два уровня заряда. Первый уровень. Герой запускает в цель стрелу, наносящую крио урон. Второй уровень. Герой запускает в цель стрелу, который при попадании во врага наносит критический урон. Согласись. Уже неплохо. При использовании навыка след целей, неолучница отпрыгивает назад, отдаляясь тем самым от противников. На ее месте при этом остается ледяной цветок, привлекающий к себе мобов. Это позволяет Гандьюи непрерывно наносить урон врагам издалека, используя свои заряженные выстрелы, ни на что не отвлекаясь. Небесный дождь. Это ульта козочки. Гандьюи призывает на помощь священную криожемчужину, которая наносит большой урон по площади в течение всего времени действия способности. Стоит всего 60 очков энергии и длится 15 секунд, а время восстановления тоже составляет 15 секунд, что позволяет без проблем использовать элементальный взрыв на протяжении всего сражения. Расплотировка созвездия поход на запад позволяет заметно увеличить урон от данного навыка, но о созвездиях мы поговорим чуть-чуть попозже. Одна из способностей, которая сильно отличает Гандьюи от других лучников, так это то, что ее заряженный выстрел может наносить критический урон врагам. Эта способность станет одной из основных ДПС атак персонажа. Таланты. Важная часть прокачки персонажа. Неразделенное сердце. После выстрела стрелы снежинки, шанс крита стрелы снежинок и критический урон от них увеличивается на целых 20% в течение 5 секунд. Гармония земли и небес. Это следующий талант, от которого активный член отряда, находящийся в области действия небесного дождя, получает 20% бонус крио урона. Отложено на охоту еще один талант. При кофте стрелкового оружия вы получаете назад 15% затраченной руды. Я думаю, тоже неплохо. Перейдем к созвездиям. Тут уже очень, очень интересно. Тут я всю эту фигню мусолить не буду и скажу, что первое и четвертое созвездия, они самые имбовые и, пожалуй, расскажу про них. Жажда росы. Попадание стрелой снежинкой или критическим уроном от нее понижает критическое сопротивление врагов на 15% в течение 6 секунд. Также восстанавливает 2 единицы энергии Гань Юй. И четвертое созвездие, которое называется Поход на Запад. Увеличивает урон, получаемый врагами, находящимися в области навыка небесной дождь. Этот эффект усиливается со временем. Увеличение урона начинается с 5% и увеличивается на 5% каждые 3 секунды до того, как не наступит 25%. Перейдем к оружиям. И тут 100%. Первое место занимает лук Полярная звезда. Имбови лука на Гань Юй вы просто не найдете. И вот ты сейчас мне можешь сказать. Парадайз. Ты что, с ума сошел? Лук Амоса это сигна на Гань Юй. Но скажу тебе одну вещь. Лук Амоса давно изжил себя и Полярная звезда будет превосходить его по всем аспектам. Но если у тебя нет этих луков, можешь воспользоваться громовым пульсом или же небесным крылом. Но ты должен понимать, что они уже будут хуже. Хотя криты будут удавать только так. Артефакты. Пожалуй, самая интересная часть данного видеоролика. Но тут будет не так-то просто. Ты можешь использовать как 4 куска странствующего ансабля, который повысит мастерство стихии, а также даст тебе неплохой буст в игре от заряженных атак. Поверь, 35% это вполне достаточно. Чуть-чуть похуже будет сет заблудший в метели. И тут я тебе советую использовать 2 куска. Они тебе дадут буст на 15% к лео урону. А 2 куска церемонии древней знати даст тебе увеличение в уроне от взрыва стихии. Так что тут уже делай выбор сам. Конечно же, как же без пачки и куда ставить гонью. И тут я тебе посоветую основой взять козочку. Лекарем у нас будет выступать Беннет. Саппортом Джун Ли. А второстепенным ДПСером можно взять Мону. Вообще, по факту, вариантов много. И какую-то гоняную пачку тут собирать, ну, все равно. Ситуации разные. Под каждую нужно подстраиваться. Некоторые мои друзья бегают вот такой пачкой в бездне. То, что там Гань Юй, Сян Лин, Беннет, Венти. Обычно бегают по миру Гань Юй, Фишель, Кадзуха и Джун Ли. Тут же надо подстраиваться под себя. И что тебе вообще надо? Если же ты идешь в бездну, ты можешь использовать пачку Сяо, Джун Ли, Сахарозу, Кадзуху. Реверс Мелт. И у нас будет Гань Юй, Сянка, Беннет и Сахароза. Сянка, Беннет накладывают нам пиро статус. Сахароза, одетая в МС, раздувает. А Гань Юй стреляет по пиро статусу с бафом от Сахарозы. И дает очень большой урон реакциями. Но в этом случае надо отказаться от Беннета и Джун Ли. Их вообще странно вместе держать. Ибо огромный хил и щит это трата таких сильных саппортов. Но пачка с чистыми бафами Гань Юй, Кадзуха, Джун Ли, Диона, одетая в ХП. Плюс саппорт в виде Моны и Сянки. Которая увеличит урон своей ультой. А Сянка все же так же накладывает пиро. И тут торнадо Кадзухи. Можно окрасить уже в пиро статус и стрелять по-разному. Кадзуха рассеивает криво, увеличивает урон для Гань Юй. А щитовик дает очень приятный и нужный щит для нее. Но в этом случае Сяо играет с Бентом и Сахарозой. Плюс Мона. Но Мон также можно изменить на Фишель. Но блин, у тебя не всегда могут быть такие персонажи, как Джун Ли, тот же самый Мона. Те они могут просто не выпасть. И что же делать тогда? Тогда можно использовать всегда альтернативу из бесплатных героев. Ты можешь поставить второстепенным ДПС персонажем Кею. Который даст тебе крио статус. Лизу. Которая все это разбавит своей электрической инфузией. Что еще я сказал, не знаю. Но электроспособность Лизы тоже даст хороший баф в стихии. И лекарем у нас будет выступать Барбара. При этом ты не сможешь наносить прям такой большой урон. Но играть тебе за Гань Юй будет определенно приятно. Если ты внимательно смотрел этот видеоролик. То ты сможешь собрать себе настоящую имбу. Коза. Она такой персонаж, который может выдавать очень хорошие цифры. При правильном выборе артефактов, оружия. Ты легко сможешь дать с 1050 тысяч урона. Напиши в комментариях предложение Коза Вайфу. Так я увижу кто досмотрел до конца. Спасибо тебе за просмотр. И пока. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok